Уже около двух месяцев на штрафстоянке Брестского филиала транспортной инспекции сиротливо стоит синий автомобиль марки Volkswagen Passat. Его владелец, гражданин Германии, разменявший сотый десяток, наездил по белорусским дорогам без бортового устройства почти на 3000 евро. А все потому, что не ознакомился при въезде в нашу страну с ноу-хау на белорусских дорогах. Сегодня в силу резонанса иностранцев нарушителей становится меньше, чего нельзя сказать о так называемых транзитчиках, гражданах Беларуси, купивших заветного железного коня за границей. Всему виной незнание некоторых нюансов системы БелТОУ. Транспортное средство, которое вгоняется именно на транзитных номерах на территории республики и даже пройдя растаможку, все таможенные оплатив пошлины в республике, еще не зарегистрированы на территории республики Беларусь. И в этом случае они должны обязательно приобрести бортовое устройство и платить за дороги, двигаясь по платным дорогам в обязательном порядке. Поэтому у транзитчиков, колесящим по дорогам первой категории с индексом М, без бортового устройства есть все шансы заплатить за проезд увеличенный размер оплаты. Такая же участь может постигнуть и тех водителей-международников, которые при получении пропускного устройства неправильно декларируют количество осей у автомобиля. Та же история и с легковушками, стекла которых тонированы заводской металлизированной пленкой. Также транспортные средства, которые въезжают на территорию республики, в основном это касается легковых автомобилей, в некоторых случаях имеют металлизированные стекла. Это сразу предусмотрено заводом-изготовителем. Этот момент должен знать именно владелец, собственник транспортного средства. И когда заполняет договор, приобретает бортовое устройство в Белтоле, он отвечает на этот вопрос, оно у него металлизировано или не металлизировано. Если оно будет именно таким, сигнал от бортового устройства не будет восприниматься системой, и она не будет видеть это бортовое устройство. И также можно проехать по дорогам и заработать многое количество нарушений, и, соответственно, тоже в будущем заплатить большой увеличенный размер оплаты. Чтобы избежать нежелательного статуса нарушителя, владелец авто при приобретении бортового устройства должен предупредить о тонировке сотрудников Белтол. После чего они закрепят электронный прибор в определенное место на лобовом стекле. Недалеко ушли от увеличенного размера оплаты и те, кто ездит под контактными рамками на автомобилях без номеров. Надежды на знаменитый авось не спасает даже тех, кто объезжает платную магистраль. Транспортная инспекция предупреждает, неиспользование транспортных номеров на автомобилях включает за собой наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 базовых величин. Поэтому автолюбители должны помнить, незнание правил и требований не освобождает от ответственности. Продолжение следует... Продолжение следует...